здравствуйте друзья мы с вами на канале и тонн тв программе с большой буквы меня зовут марк гурин со мной студии мы очень интересный собеседник прошли вытяжалась вимаген в прошлом офицер израильской разведки посол подчеркиваю в украине и россии а ныне старший научный сотрудник институт национальной безопасности израиля первым делом хочу всех поздравить с нашим замечательным праздником пессах пожелать что вот его завершение было веселым счастливым многообещающим и вас да и связи с этим хочу сказать что вот у нашего праздничная неделя вроде бы как не до того нам было так сказать не для каких-то событий вы праздновали веселились как и положено в такие дни но не но жизнь принесла нам такой замечательный подарок к нашему празднику государстве украина избран новый президент наш соблюдение по сути украина стал второй страной в мире где президент и премьер-министр евреи до после только в праздник пресса могут быть такие чудеса в одном сказочном городе жили котенок фантик кошечка по имени мышка и их друг котенок тюбик хочешь посмотреть новые серии мультфильма про мои приключения подпишись на наш канал тюбик и это событие вызывает массу на поздравить разумеется и господина зеленского и пана зеленского с этими избраниями грязь серьезная у меня значительная часть биографии прошла в украине а вот и украинский народ с тем что вот он выразил свою волю очень не однозначно я бы сказал однозначно выразил три четверти страна огромная цифра а что дальше вот как вы считаете будут разница ведь будущее украины и среднесрочная и срочная и дальнесрочная во многом зависит от отношений с россией от всего остального мира экономика надо что сказать а мне все с этим гладко ну начнем с того что действительно поздравляем нового президента украины пана зеленского с одной стороны но тут следует сразу подчеркнуть что прошло уже не имеет значения и не его происхождение не его профессия не его род занятий и так далее потому что теперь это принято подчеркивать и именно выпячивать на самом деле это уже история звучит а на самом деле начиная допустим с ближайших дней он уже должен работать и благо украины решать и очередные задачи ради которых он был избран и задачи они действительно непростые хотя действительно я уважаю выбор народа украины в том плане что вот принято считать что они не всегда любили этот народ а факт что они выбирают представителя этого на он не представитель этого народа он представитель украины но он происхождение соответственно и поэтому мы как израильтяне как еврея снимаем шляп и на этом кончаем историю но заканчиваем но мы должны закончить такими словами что хочу говорить мы знаем историю взаимоотношения наших народов она не просто и и не всегда она была очень радостно но каком антисемитизме можно говорить в стране все учу я пойдешь на улице вот еще что угодно даже в израиле может еще что угодно были такие факты они известны но там где избранный таким как президент и премьер-министр однозначный предыдущим президенте но это действительно это не говорит что антисемитизм исчез он существует но в общепринятых рамках размера как у всех своих соседей напомню с францией не сравнить до польши напомню что там было в последние несколько дней события действительно антисемитского толка и если сравнивать я не уверен кто кто заслуживает извините за выражение звание скажем более серьезного антисемита польши или украина это все рассказывает что я живу сажди хотя в россии хотел про россию говорить о том то не не акцентированный сегодня безусловно да при путине нет такого государства нет 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 я зарекаю нет но тем не менее есть 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 понятие симпатизма в украине оказывается он был достаточно маргинальным есть регионы или районы где он более заметен по разным соображениям историческим включая но если судить по результатам выборов это я вам сказал заделай честь скажем подходу народа украины к этому вопросу и продолжим но это я не могу удержаться слова благодарности и понимание и сам большого много говорят в том анекдоте одесском не только за это мы их любим да я не из тех которые не любят украинцев я как раз действительно прожил среди них энное количество лет и я их люблю и уважаю и желаю им всех благ а по существу курсовые писал по истории украины события гораздо более серьезно чем она кажется на первый взгляд а там действительно переворот во многих во многих плоскостях это не только скажем национальность нового президента это действительно его политическая даже не кредо которого за которым не было замечено никаких политических там действительно серьезных позиций но это он представитель совершенно другого пласта населения он молодой он представляет определенное количество скажем молодых людей в украине которые его именно избрали ввиду его адекватности этого поколения он какой-то мере не привержен предыдущим скажем ценностям он не советского происхождения это очень серьезно стоит заметить хотя все руководство бывшего советского союза они так или иначе жили при коммунизме до жили при советском союзе и говорят или понимают эти ценности даже если это не ценности и так далее он не оттуда ему 40 лет 41 года он было его было по моему 13 лет когда произошла это развал советского союза нового украина он не знает поэтому в какой-то мере в значительной мере представляет нового поколения именно этого толка это это скажется на подходе и кроли россии и вообще понятию бывшего советского союза и место украине в этом контексте это очень серьезно во вторых он не принадлежит к той прослойке из которых происходит основная масса руководства бывшего советского союза экономического толка он не олигарх он не ну я не скажу что он очень бедный он так иначе у него был бизнес да и но это не так бизнес популярный и как бы ну хорошо стоял олигарх в том плане что это действительно деловые люди но они пробивные они достаточно ассертивного толка или агрессивного слих он не оттуда значит это совершенно новое лицо включая все эти шоу-бизнес но новое лицо в политике и поэтому никому не понятно куда это приведет к тому например россии это тоже непонятно россияне смотрят на это теперь можно конечно издеваться над происхождением от профессии но но то но с этим надо будет жить и непонятно кто на него влияет он человек он марионетта чья-то или он сам по себе он западник что называется в россии или он украина не знаю фил и русофоб или вот другие такие высказки нет никакого мнения по этому вопросу и поэтому это большой знак это перевод переходное переворотное событие этому учтем во вторых что действительно на повестке дня на повестке дня несколько глобально кардинальных вопросов это отношение россии запада потому что война между этими двумя ведется на территории украины это не внутри украинская проблема и не только украинцы или края сами по себе украинцы не могут ее решить потому что там столкнулись две мировые скажем два мира два мира если когда это два мира два шапира три шапира ну понятно можно назвать как хотите донбасс или эти две новые республики там донецку луганскую ног как не верти не крути это ставленники россии так они воспринимаются и поэтому тут непонятно что с ними делать но ясно одну если за ними стоит россия за остальной оставшийся украине стоит запад и это столкновение именно в этой гражданской войне в украине ведут эти две глобальные скажем эти два глобальных игрока в этом контексте не знаю насколько уместно вообще говорить о позиции нового президента потому что я не знаю насколько он может повлиять на тех или на иных но можно брать курс но поедите по непонятно какой и как-то делается если он уйдет от запада в сторону россии ему перекроют все скажем дыхательные органы а если он уйдет от россии в сторону запада то это как говорят французы керц-юрин это ему не дадут ни жить ни есть ни дышать и там надо разбираться с этим вопросом во вторых украина действительно и ввиду этих событий которые мы сейчас описываем но и виду сама по себе до заслуженных и говорят она достаточно плохом экономическом состоянии я не хочу быть критическом но достаточно катастрофическом и я не понимаю как из этого выбираться и не знаю каким-то одним ходом потому что если со стороны оплатить то уже пытались и ничего не получилось пока потому что запад поддерживает украину но из этой поддержки она не как говорится не они понимаются не не самостоятельно экономически в этом отношении уходим сказать и поэтому надо разбираться с этим вопросом выстраивать заново экономики украины при помощи или без помощи тех или иных игроков тоже вторая но и последние в так скажем задача или ноша которую нужно нести этому новому президенту его команде это второе ну а действительно в самой украине тоже непростой вопрос они сами по себе еще не до конца определились кто не кто не есть они запад или восток нет только в политическом плане сами по себе что они больше они это делать ввиду любви к западу или ненависти к россии или наоборот тоже непонятно куда они идут кто они есть и там очень много разных составных и конфессий и предпочтений и политических и национальных и так далее это и не еще не одна значит нация в том плане не национальность а именно я почему это одно общество не она еще не сплочена поэтому надо ее сплачивать за размышлять о будущем направлении развития этого этого народа и с этим это третий основной вопрос со всеми тремя предыдущий президент не сумел справиться если судить по результатам выборов ему не до того он создал армию он воевал вынужден был держаться в мир сейчас позитиву перейдем 3 3 эти вопросы остались на повестке дня и надо ему новому президенту решать они не были решены он получил плохое наследство насколько это было в силах или возможно действительно это правильно вы заметили да не обязательно у плохим президентом условия таковы что не знаю кто бы справился а непонятно кто бы справился он не справился всяком случае народ не удовлетворил может быть удовлетворил других но не свой народ и я к тому а насколько новому удастся это сделать я тоже я присоединяюсь все вопросительным знаком которые сейчас ставится возле его имени хотя есть там достаточно много оптимизма тоже со стороны и своего своих избирателей но и со стороны видна по цифрам оптимизма но и со стороны разных государств которые рассматривают его как раз позитивно как раз позитивно в европе его рассматривают как более близкому им по духу в том плане что он принадлежит другому поколению что у него насколько им известно позитивные прозападные либеральные демократические мировоззрения пытается искоренить коррупцию и все что с этим связано в украине так он заявляет и пожелаем ему удачи теперь со стороны россии россия не знает как это переборить вот сейчас я сформулирую свой вопрос чтобы ваш ответ который вы начали он прозвучал для наших зрителей ну более объемно и весомо что у нас времени так много да она у нас на пару вопросов ведь которые хочу задать напрямую уже чем понятно что уже сегодня идет борьба за будущую раду которая будет избираться в октябре первых 13 него и уже понятно что он не будет до срочных выборов в раду где он просто не успевает их назначить по конституции за полгода короче говоря в любом случае будут уже идет борьба за раду все борются и другой президент и старый президент и полупрезидент тимошенко и все такое значит я сейчас это масса интересного любитель и только чтобы создавать силу в раде а у него ее нету полоска нету партия так и будто слуга народов соответственно этим фильмом который чтобы идти в раду если на белом кране то хотя бы до сером надо народу что-то дать сегодня что-то дать вещи и известно хлеба и бира до завода хлеба и бир хоть что-нибудь и то и другое будем покрыть прям зависит от отношений с россией россии тоже нужно нужна украина как бы сказали в соответствии в интересах отношений западом но как вы считаете вот вы были послом украине как вы считаете он придет я не скажу к путину он придет к лидерам донбасса сегодняшнего колобойский уже дамикал на это уже дамик уже было заявление о колобойский его судьбе президента играет серьезно вот колобойский один из олигархов значит он придет он способен прийти несмотря на эту обиду за паспортизацию несмотря на все он придет или он не служит перешагнуть через те эмоции и в себе и в народе которые невольно в силу существующих реалий пошли касается рады то это непростая борьба непростой притягивая каната поднимается на повестку дня вопрос чтобы смене системы ныне это президентская республика и типов по вариск республике пустот время пожалел спасибо что это естественно может сыграть определенную роль но это отдельный вопрос это отдельно вот мы обязательно к нему вернемся это очень интересно я с тобой с вами поговорил просто времени жаль я бы хотел сейчас что касается россии и вопроса донбасса в этом контексте или как скажет вашингтоне россии не так важно украина какие важен действительно запад россия сейчас расплачивается за донбасс и закрыть и она готова на многое по моему разные ценники но она готова на многое чтобы прекратить и действительно этот базар вокруг этого вопроса и поэтому найдет шагу она не может просто так сдать позиции она не может просто так сдаться и она не может просто так так сказать выставить скажем позицию которая не будет понята ни у себя дома не миром не в мировой общественности мировой общественности поэтому она должна придерживаться с одной стороны своих позиций с другой стороны искать компромисса и это ее позиция и это ясно и западу и и в этом и слава Есть и сила Зеленского. Зеленский в этом контексте тоже. Ему тоже необходимо искать компромисс. Победы не будет. И он свободен от прошлого. Можно, конечно, играть силовую политику, которую разыгрывал предыдущий президент. В смысле он сдерживал в той или иной мере. Практически вел или подыгрывал этой гражданской войне. Но безрезультатно, потому что она не привела никакого... У нас плохо со временем. Я буквально еще полусекунды на этом вопросе. Он акцентирует понятие, помимо минских соглашений, он акцентирует понятие романский формат. Разве это немного раздражает? Это не имеет значения. Романский или минский формат, это более или менее вопрос компромисса. Кто будет вести эти переговоры романские в смысле те или иные державы Европы или минский, скажем, более в широком кругу, это не имеет значения. Не имеет значения позиции, скажем, ныне и Украины, Зеленского и Вашингтона, которые да или нет играют на его поле. И Россия, которая дали, не должна согласиться на это. Услышим, что... Ну, что да, это... Что да, слышится со всех сторон вскрысляет какой-то вздох или или просьба о помощи в поисках компаний. В общем, кто, что говорят в углах этого треугольника Киев, Москва, Вашингтон, мы вернемся к этому вопросу. У нас буквально полторы минуты, даже чуть меньше, буквально в двух словах. Что думает институт национальной безопасности, где здесь Израиль? Израиль. Институт это я, да. Это оказывается. В данном случае. В данном случае. Израиль здесь, я не скажу ни при чем, но он не задействован в этой игре. Даже ввиду национальности будущего президента. Я... Это так. Это шум. А в выборе между Украиной и Россией Израиль играет достаточно нейтральную роль. И он вынужден... Ему это удается. Ему это удается. Потому что, в конце концов, с Россией у нас очень много разборок. И не только в том регионе, а у нас, на нашей границе. Ну и много взаимопомнимания. И поэтому во всех вопросах задействованных, скажем, начиная с 2014 года, включая санкции, Израиль не участвовал. Не участвовал. И ожидает от России взаимного подхода. И Россия оценит то, что Израиль не участвует. Украина достаточно взаимно относится к этому вопросу. Это не означает, что Украину игнорируют. Не любят, не уважают. Наоборот. Украина очень прилично ведет себя в голову. Но не влаживается в разборке между ними. Это имеется в виду. Украина тоже неадекватно относится. С одной стороны, очень позитивно относится к Израилю. С другой стороны, все, что касается ее международных позиций, касающихся интересов Израиля, она не всегда была на его стороне. Так что международная политика одна одно. Симпатия – это другое. И тут идет большая игра. И Израиль в ней тоже участвует. Так что, скажем, позитивный нейтралитет пока на повестке дня. Вот на этой оптимистической ноте я опираюсь на слово «позитивный нейтралитет» моего собеседника. На этой оптимистической ноте мы сегодня завершим наш разговор. В нем потенциале разговора так много, что, ну, не то что все даже. Нам просто надо за этим просто следить. Следить за этими событиями и пытаться в них разбираться. Я уже не говорю о том, что здесь в большой алье 600 тысяч выходцев из Украины в Израиль на минуточку. Так что тема эта нам совсем не чужая. Я хочу пожелать украинскому народу удачи, я хочу пожелать, чтобы эти отношения с Москвой тоже приобрели положительный контекст. А нам всем, в общем, прекрасного завершения праздника и как бы интересных разговоров, которые последуют в дальнейшем. Спасибо ЦВИ. Спасибо всем, кто был с нами в эти минуты на канале ИТОН ТВ.